Входи, батя. Вызывали? Вызывал. Здравствуй, Шлопотухин. Привет. Прошу садиться. Да нет, постою. Особо рассиживаться-то некогда. Нет, я вас прошу. Пройдёмте, садитесь, пожалуйста. Потому что разговор у нас с вами очень серьёзный и далеко не из приятных. Вы свободны. Может мне выйти, Юрий Леонидович? Что-что? Да-да. Нет! Постой тут. Послушай, как отца родного срамить будут. Вот. Да, садитесь, пожалуйста, товарищ Шлопотухин. Спасибо. Я надеюсь, вы догадываетесь, что речь пойдёт о поведении вашего сына Василия. Да уж, конечно, о чём же ещё-то? Не скрою, товарищ Шлопотухин, не скрою. Его поступки в последнее время вызывают у нас серьёзное беспокойство. Да-да. Начинаем с того, что Василий систематически опаздывает на уроки. Негодяй! Да. Опаздывает на уроки. Никакого, понимаете, чувства ответственности. Да-да. А недавно он умудрился опоздать на очень важную контрольную работу по математике. Мерзавец! Да. Ну, и вместо того, чтобы извиниться перед Аллой Константинной... Да-да. ...он давён молодого педагога буквально до нервного потрясения. Бандит! Да, я надеюсь, вы не удивитесь после всего этого, что я распорядился выставить ему двойку в четверти по математике. Правильно, товарищ директор, так ему подлецу не надо! Да. Ну, я уже не говорю о том дурном влиянии, которое Василий оказывает на своих товарищей. Нет, вы уж говорите. Говорите разначили. Не скрывайте ничего. Я ее не скрою. Не скрывайте. Я ее не скрою. Да-да, не скрывайте. Не скрою, Василий. Ага. Я ее чем это объяснить. То ли разнузные фантазии вашего сына, то ли просто обыкновенным хулиганством. Но последние несколько дней он буквально морочит всей школе голову какой-то летающей тарелкой, которая якобы совершила посадку у вас во дворе. Ну, прохиндей! Ну, что ты скажешь на этом? Да. Рассказывает о каких-то гуманоидах. Чего? Гуманоидах, с которыми он якобы беседовал. Ага. Утверждают, что эти самые гуманоиды обещали его забрать с собой в иные миры. Все! Хватит, товарищ директор. Что такое? Сейчас я ему покажу летающие тарелки. Сейчас я тебе покажу этих самых, как их, гуманоидов. Сейчас ты у меня увидишь эти иные миры. А ну-ка, снимай штаны. Бать. Быстро снимай. Ну, не надо. Товарищ, что вы собираетесь делать? Ничего. Застегни штаны. Что вы собираетесь делать? Сейчас прямо при вас выдерну его, как Сидорову козу, и все. Не смейте этого делать. Нет, я посмейте. Нет, 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 ни в коем случае нельзя. Он заработал, ты заработал. Это не метод, это не педагогично. Да он тебе друга по педагогике не знает, ну. Вася, товарищ Лопатухин, я вас прошу, возьмите себя в руки. Успокойтесь, прошу вас, выпейте воды. Ой, Василий. Да чего я давно родного отца? Успокойтесь, товарищ Лопатухин, успокойтесь, умоляю вас, выпейте воды. Вот, вот, послал бог сыночка, видите? Прошу вас, успокойтесь, прошу вас. Ну, погоди, придем домой. Я прошу вас, успокойтесь, возьмите себя в руки. Василий, как тебе не стыдно? Ты видишь, до какого состояния ты довел своего отца? Я больше не буду. Можно я себе в водичке? Да, конечно, пожалуйста. Ну, сынок. Товарищ Лопатухин, успокойтесь, возьмите себя в руки. Прошу вас, не нужно так волноваться. Садитесь, пожалуйста. Я с ним, да. Я прошу вас, садитесь. Я понимаю, что вы не могли остаться равнаточным к судьбе своего собственного сына. Да, да. Но, поверьте, откровенно говоря, я не ожидал, что ваша реакция окажется столь бурной. Это, это еще цветочки, ягодки дома будут. Он мою реакцию знает. Что вы такое говорите, товарищ Лопатухин? Да, да, это точно. Нет, ну, поверьте мне, что жестокие меры, они никогда не приводили к положительным результатам. Очень даже приводили и к результатам. Меня отец каждый понедельник драл, потому я и стал человеком. Да если бы не ремень, может, уголовником сделался, срезал бы кого-нибудь. Что вы такое говорите, товарищ Лопатухин? Ну, поверьте мне, что выдающиеся педагоги, пистолотцы, Ушинский, Макаренко, Сухомлинский, они все считали, что физические наказания... Да, да, думаете, его папаша не порог? Кого его? Да этого вашего Сухоблинского, этого пистолотцы. Думаете, ого, еще как порог. Нет, это можно сойти с ума. Да, да, это точно можно сойти с ума, если не порог. Сойти с ума. Хорошо. Хорошо. Оставим выдающийся педагогов, давайте поговорим о вас. Вы. Что обо мне? Вот, ваш Василий. Неужели он заслуживает такого жестокого обращения? Да как же вы сами сказали, что... Что я сказал? Ну, что он опаздывает на уроки. Ну, и что, что он опаздывает? А другие, что, не опаздывают? Ну, другие тоже иногда... Да, а мы систематически, вы же сами сказали, что... Ну, и что, что систематически? А, может, у него есть уважительная причина? Да нет, погодите, я не понимаю. Я не знаю, а может быть, может быть, он сова. Кто? Сова. Кто сова? Он сова. Васька, сова? Ну, ну, знаете... Ну, люди делятся на два типа. Совы и жаворонки. Ну... Жаворонки, они очень энергичны. Просыпаются утром, всегда в хорошем настроении, но не ночью. А совы, эти совы, они напротив. Они очень энергичны ночью, в конце дня. Но зато они с трудом просыпаются утром. Так вот, не исключено, что ваш Вася, он сова. Еще не лучше. Так что он тоже выдумал про этих... Ум... Ум... У мальчика, очевидно, хорошо развита фантазия, воображение. Ну? Он много читает. Вася, ты много читаешь? Ну, конечно, читаю. Ну, вот видите, и потом, вот вы говорите, выдумал. А как знать, может, он и не все выдумал? Как это не все выдумал? Видите ли, товарищ Допотухин, с этими летающими объектами... Ага. Сними. Не все ясно. Подождите. Как это понимать? Вы, конечно, слышали о раскальных рисунках, найденных в Сахаре. В пустыне? Да-да, в пустыне. В пустыне Сахара. Там на скалах обнайдены рисунки, им тысячи лет. Среди них обнаружен рисунок человека в скафандре и в шлеме. В одолазном? Нет. В космическом скафандре и космическом шлеме. Спрашивается, почему доисторическому человеку пришла любопытная фантазия изобразить в рисунках современного космонавта? А может, он его видел? Кто видел? Кого? Ну? Ты что? Ну, да исторический человек, гуманоида. Что вы совсем, студент? А так называемые дороги инков в Перу? Какие еще дороги? На плоскогорье Вандах. Полоса выровненного грунта 37 миль длиной, посыпана каменной крошкой, напоминающей губчатое железо. Ну и что? Если подняться над этим местом в воздух, можно увидеть гигантские линии, расположенные в геометрическом порядке. Причем некоторые из них параллельны, а другие пересекаются. Археологи называют эти линии дорогами инков. Но какой смысл имели для древних инков параллельные дороги, внезапно обрывающиеся? То есть дороги, которые не ведут никуда. Какой смысл, я вас спрашиваю? Я не знаю. А-а-а, в том-то все и дело. Глядя на эту площадку с высоты, ее можно сравнить только с современным аэродромом. Ну да. Дороги инков, это взлетно-посадочные полосы, построенные тысячи лет назад. Кем? Для кого? Я не знаю. А древний эпос Гильгамеш, 12 длинных табличек из библиотеки ассирийского царя Ассур-Банепала, Вы, конечно, слышали об этом бессмертном произведении. Так ведь там прямо говорится о каких-то небесных колесницах, которые с грохотом взрывались, взметались в небо. И что самое удивительное, там подробно описаны перегрузки, которые сегодня человек ощущает во время полета на современном космическом корабле. Да что там, Гильгамеш? Вот, вот, послушайте. Вот. И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев на реке Хаваре, Отверзлись небеса, и я видел в гене Божие, и я видел, и вот бурный ветер шел от севера, Великое облако, в клубящийся огонь, А из середины его, как бы свет пламени, из середины огня. Разве это не описание старта космического корабля? Страшное дело. Это одна из древнейших книг человечества. Я понимаю, вы скажете, что все, что тут описано, далекое прошлое. Это дела давно минувших дней, так сказать, да? Вы так скажете, да? Нет, я ничего не говорил. Хорошо, тогда давайте с вами рассмотрим загадочное явление, которое было в Петрозаводске. Это уже совсем недавно, это несколько лет назад, Сотни людей видели что-то в небе совершенно фантастическое. Я не видел. А случай в Испании, когда пассажирский самолет со 120 пассажирами на борту Совершил вынужденную посадку. Почему? Потому что его преследовали два светящихся объекта неизвестного происхождения. Да что там Испания? Смотрите, вот эти снимки, они уже сделаны на нашей территории. Смотрите, вот, вот, вот еще. Тарелки. Вот, что вы сказали? Тарелки, полный балдеж. Юрий Леонидович, откуда у вас эти фотографии? От Аллы Константиновны. От нашей Аллы? Константиновны. Откуда они у нее? Это все, что у нее осталось от мужа.